Привет, красотка! И сегодня я хочу показать тебе мой любимый весенний макияж. Вообще весна для меня это самое любимое время года, это время, когда хочется экспериментировать по максимуму, добавлять красок в свой макияж, ведь я сегодня в красном. Макияж, который мы будем сегодня делать, как мне кажется, подойдет абсолютно всем. Он простой, но тем не менее с изюминкой. Что еще важно сказать? Еще я покажу три варианта, как этот макияж можно преображать с помощью губ, потому что на самом деле самыми главными акцентами макияжа всегда являются либо глаза, либо губы. Ну, чаще всего. Очень тяжело сделать акцент прям сильно на контуринге или на бровях, да? Зачастую это наоборот перегруз макияжа. Так вот, за счет губ, например, можно сделать образ либо более нежным, либо более строгим, либо более таким дерзким, деловым. Но, в общем, по-разному можно экспериментировать. Я покажу три разных варианта. Давайте, наверное, начнем без лишней болтовни. Мы начнем с увлажнения губ, потому что это всегда хорошая идея. У меня вот такой бальзам. Можно заодно его нанести, остатки, если что, если вы взяли много, на кутикулу, на локоточки, никогда лишним не будет. Далее использую базу под макияж. У меня она от Evelyn. Меня, кстати, постоянно спрашивают, почему в видео про макияж у меня вечно вот эта палетка. То есть, как бы это не реклама. Если что, я постоянно вот так вот показываю туфейс. Нет, не потому что это какая-то скрытая реклама, у нас с ними контракт на год вперед, потому что это просто самая удобная палетка именно для зеркала. То есть, дома я ее не использую. Дома у меня большое зеркало. Но когда я снимаю видео, мне нужно зеркало небольшое, чтобы я выдержала в руках, но и не супер маленькое, которое бывает, знаете, там у маленьких теней. И вот это такой оптимальный вариант. Я даже иногда отсюда тени как бы не использую, вот как сегодня, например. Нет, сегодня я буду использовать отсюда два оттенка. Но, тем не менее, это не основа, да, моего макияжа, но тем не менее, она постоянно мелькает. Может быть, уже купить какое-нибудь зеркало, знаете, обычное. Очень люблю эту основу. Она увлажняет с одной стороны, матирует и подготавливает кожу к следующему этапу. Я использую бибикрем от Клиник и наношу его спонжем увлажненным, чтобы слой был более невесомым. И вообще, когда я думала об этом видео, точнее о том, что за видео я буду снимать, потому что есть разные варианты съемки макияжа. Можно сделать вообще без комментариев и просто с озвучкой. Можно комментировать каждый твой момент и, возможно, тогда затянется немного видео. А можно в это время отвечать на вопросы, да, как у меня был видео-вопрос из Швейцарии. Я вот думала, как интереснее вам. Напишите в комментариях под этим видео, вы мне очень поможете. Потому что мне, вот как мне лично, не как блогеру, а как зрителю интересно смотреть макияж, когда человек комментирует что-то, ну, помимо того, что он делает, еще что-то рассказывает, может быть, из своей жизни или какие-то интересные моменты, что сейчас с ним происходит, да. Потому что просто так смотреть туториал, это, конечно, можно, но как-то без души, что ли. Я не знаю, почему мне это кажется. И, в общем, я таки ничего и не придумала, и просто наношу вместе с вами бибикрем и рассказываю об этом. Я немного выровняла тон лица, пока не буду наносить пудру, потому что этот бибикрем, он немного матирует, и, в принципе, блеска лишнего я не вижу. Но в процессе макияжа он может появиться, и тогда уже нанесу точечно. На самом деле, главный акцент у нас будет на глазах, поэтому я вас немного приближу. И для начала я наношу просто молочный оттенок. Мне кажется, в любой палетке есть такой цвет. Бежевый, молочный. Это нужно для того, чтобы выровнять цвет верхнего века, сделать его однотонным и вскрыть какие-то венки, капиллярчики. Я использую вот такой оттенок для выделения складки века. Смотрю на себя вот так вот вниз в зеркало, выделяется моя естественная складка, я просто по ней прохожусь. Ну и переходим к нашему акценту, и это красная подводка на глаза. Можно использовать матовую помаду, можно использовать красные тени, можно использовать красный карандаш, бордовый карандаш. Вариантов на самом деле много. У меня это именно матовая подводка от NYX. Мне матовая намного больше нравится, потому что, во-первых, она не отпечатывается, быстро сохнет, а во-вторых, какой-то эффект более стильный получается, то есть она не отражает свет. Почему-то мне этот вариант нравится больше. Стрелку я всегда рисую, смотря прямо на себя в зеркало. Такая сегодня игривая стрелочка. Вроде одинаково. Далее провожу от кончика до основания роста ресниц. И затем наношу на всю линию роста ресниц. Сначала близко-близко к ресницам. Неприятный момент, когда отпечатывается на ресницах подводка. Я рекомендую в этот момент сразу же ее стирать, потому что потом она затвердеет. И когда вы будете наносить тушь, все ляжет не очень аккуратно, комочками. Я, кстати, вас не пригласила пить чай, а сама пью. Ну, надеюсь, для вас это уже тоже традиция. Вы заварили перед просмотром этого видео чаек. У меня он травяной, ромашка, крапива, еще какие-то травы. И осталось только заполнить саму стрелку. Раньше я, если честно, боялась красного цвета на глазах. У меня еще был такой стереотип, что это делает глаза больными, какими-то уставшими. Но на самом деле это ерунда. Все зависит от дальнейшего макияжа. То есть, если вы вообще никак не трогаете ваше лицо, не убираете синячки под глазами, минимально хотя бы не выравниваете тон лица, не подчеркиваете брови, то да, возможно, красный акцент на глазах будет смотреться странно. Но если макияж в целом гармонично создан, то красный акцент на глазах это просто бомбочка. В том году я прямо налегла на красные тени и просто на каждый день наносила красные тени. Вот, кстати, они. Это единственный здесь оттенок, который я просто почти до дна использовала. Знаете, в работе со стрелками самое главное это терпение. Это терпение и запас ватных палочек. И главное не психовать. Когда что-то немножечко идет не по плану, это ничего страшного. Вот, например, сейчас у меня чуть-чуть утолстилась к концу стрелка, к кончику. Она должна быть тоненькой. Я просто беру ватную палочку и поправляю макияж. Заодно, кстати, ватная палочка с мацелляркой можно пройтись по ресницам, чтобы собрать на себе подводку. Вот смотрите, как много было подводки на моих ресницах. Чаечек. В принципе, с глазами почти все. Конечно, еще будет тушь. Но я хочу еще нанести вот такой продукт. Это может быть любой хайлайтер, любые золотистые, бежевые какие-то тени. Я хочу во внутренний уголок глаза нанести. Это у меня и фрашей. Кстати, этот хайлайтер я прошлой весной пользовалась им каждый день. И этой весной пришла к нему снова. Ну, он прямо, знаете, своей упаковкой и своим наполнением прям вот такой весенний-весенний. Наношу тушь и переходим к бровям. Кстати, насчет туши. Это один из ключевых факторов удачного макияжа со стрелками, как мне кажется. Потому что если вы оставите ресницы в покое, то есть не накрасите их тушью, как раз-таки возможно, что макияж будет смотреться странно. Глаза действительно могут касаться болезненными, но стоит только выделить верхние и нижние обязательно ресницы. Как макияж сразу же заиграет новыми красками. Супер! Мне кажется, красная подводка, она вот подойдет всем абсолютно, любому цвету глаз. Для бровей я использую сейчас два продукта. Это гель для бровей от Ифраше и ультратонкий карандаш от Беспешл. Карандаш этот просто любовь. Хотела подсвучком отправить. Он тонюсенький, идеально наносится, идеально растушевывается. Наношу сначала гель, он цветной, немножко добавляет цвет. Брови я естественным образом зачесываю наверх, насколько мне это позволяет сделать гель для бровей и мои брови. Сначала я подчеркиваю нижнюю линию роста бровей, можно так сказать. Стараюсь на самом деле делать брови более прямыми, нежели с изгибом, но не всегда мне это удается сделать. И затем вот такой вот техникой волосковой, волосковым окрашиванием. Заполняю брови и очень часто вычесываю то, что нанесла. Скажите мне, пожалуйста, у вас тоже получается так, что одна бровь всегда выходит лучше, чем другая? Кстати, девочки, знаете, что я хотела рассказать? Не знаю, успели ли я это сделать в этом видео. Меня недавно хотели обмануть. Да нет, на самом деле не обмануть, а я бы сказала обокрасть. В общем, мне позвонили мошенники и представились, что они представители Сбербанка. Якобы у меня сейчас происходит какой-то перевод с моей карты. Я этот перевод не осуществляю на самом деле. И они якобы помощники такие, типа они от Сбербанка. И они спрашивают, Александра, вы подтверждаете этот перевод? Я говорю, нет, я не подтверждаю, потому что там какой-то незнакомый человек. И вообще я не переводила такую сумму и не перевожу ее прямо сейчас. На что мне говорят, значит, у вас обнаружено мошеннические действия. Как-то они сказали это по-умному, конечно. То есть якобы кто-то зашел в мой личный кабинет Сбербанка, и они якобы мне хотят помочь сохранить мои денежки. Они давай втираться в доверие, значит, там спрашивать о каких-то вещах. Могу ли я в ближайшие 15 минут добраться до банкомата, чтобы спасти свои деньги и снять их, потому что сейчас у меня вход в мой личный кабинет будет временно заблокирован. Попросили меня назвать номер моей карты. Что я сделала? Дурочка. Никогда не сообщайте номер своей карты. Я втерлась немножко в доверие. Я им поверила. Мы достаточно долго уже разговаривали. Они там подтверждали все достаточно так официально. Потом они поинтересовались другими моими картами, потому что у меня есть карта также не только Сбербанка, но и Тинькофф, Точка Банк. Слава богу, их номера я не говорила, но они попросили примерный остаток. Мы разговаривали минут 20, наверное. Денис все это время находился рядом со мной, у меня была громкая связь. И в какой-то момент он такой, сбрось их. Ну, сбрось, скажу, перезвоните через 5 минут. Я такая, зачем? Мне прямо сейчас помогают. Зачем мне сбрасывают? Он взял ситуацию в свои руки, взял телефон, сказал, перезвоните через 5 минут. На что молодой человек сказал, мы не можем перезвонить через 5 минут, к сожалению. Мы должны продолжить разговор прямо сейчас. Денис сбрасывает. И Денис хотел проверить, настоящий ли это номер Сбербанка. Звонит настоящему Сбербанку. Пока, кстати, он звонил, те ребята перезванивали 500 тысяч раз. То есть они прямо, не знаю, у них какой-то автоматический дозвон. Мы даже не успевали просто циферки ввести, чтобы позвонить Сбербанку. И сразу же звонок сбрасывался, потому что они звонили. Те самые мошенники. Мы звоним Сбербанку, спрашиваем, ваш ли это номер. Ну, то есть у них же несколько номеров официальных. На что они говорят, что нет. И, скорее всего, вы связались с мошенниками. И что вы им сказали? Я сказала, я им сказала номер карты. Нельзя разглашать номер своей карты, кроме последних четырех цифр. Что вы им еще сказали? Я говорю, ничего, вроде бы, кроме всех своих остатков на счете. В общем, конечно, ничего они у меня не успели списать. Слава богу, Денис вовремя взял ситуацию в свои руки. Потому что они хорошо так втерлись в доверие. И через некоторое время я бы спокойно там назвала какую-нибудь пароль. Они бы сказали, так, нам нужно прямо сейчас удостовериться, что это точно мы. Мы прислали вам смс, а на самом деле в этот момент они бы там переводили мои деньги куда-нибудь. Когда мы созвонились со Сбербанком, настоящим Сбербанком, заблокировали мою карту. Сказали, что это были какие-то действительно мошенники. После этого звонка перезванивают снова эти мошенники. Денис берет телефон, так говорит. Мы уже обратились в полицию. И длительности нашего звонка было достаточно для того, чтобы отследить ваш номер. Так что мы знаем, где вы доходитесь. И на что этот мошенник тут же такой меняет голос. Он был таким, знаете, приветливым, вежливым. И тут такой, ха-ха-ха, ничего у вас не получится, никого вы не найдете. Удачи. Господи, мне в этот момент стало так страшно. На самом деле, будьте девочки осторожны, аккуратны. Если хотят узнать номер вашей карты. И звонят якобы сотрудники Сбербанка или какого-нибудь другого банка. Удостоверьтесь сначала, что это точно звонит этот банк. А что еще Дениса заподозрила, кстати говоря, что очень шумно было на фоне. То есть, когда вот этот молодой человек разговаривал со мной, параллельно с ним, как будто бы на фоне еще много людей говорило. То есть, когда на самом деле звонят из банка, у них нормальная связь. Сотрудник обычно хорошо слышно. А здесь было прямо понятно, что у них какая-то маленькая комнатушка. Все вот так вот, видимо, сидят и звонят и обманывают людей. Кому такое надо вообще? Зачем такое делать? Мне интересно. Это вот реально люди, они думают, что им ничего не вернется, что ли? Ну, это так, если пофилософствовать. Тем временем я наношу корректор. Это Vivienne Sabo. Я использую темный оттенок для скул. И, как я уже говорила, наношу хайлайтер. Тут хайлайтер смесь с румянами, но я наношу все-таки не совсем на яблочке, а вот так сверху на скул. Немного большая кисточка для хайлайтера, но я просто взяла с собой немного кистей. Больше всего мне нравится хайлайтер, на самом деле, как смотрится на галочке над верхней губой. Не знаю, почему. И сами румяна я тоже нанесу уже на яблочке, потому что без румян, весной, можно. И, наконец-то, мы перейдем к губам. Я сразу же покажу, что нас ждет. Нас ждет три варианта. Один из них просто блеск для губ. И, на самом деле, вот обычный блеск для губ такую изюминку макияжу дает. Иногда прям вообще. Второй вариант. Это нюдовая классическая матовая помада. И третий вариант. Надо было открыть красиво. Дубль два. И третий вариант. Это роскошная красная помада под цвет наших стрелок. Все три продукта от Ифрашей, моих любимых. И, кстати, до 12 апреля успевайте. У них есть вот обалденная акция. Любая помада от Ифрашей за 499 рублей. Надо брать, как говорится. Надо успевать. Начинаем с блеска. Это первый вариант. Самый такой простой, универсальный. Просто его можно походу вот так вот нанести, даже не глядя. Мне очень нравится. Прямо такой весенний, блестящий, стеяющий. Во втором варианте у меня была матовая помада Гранд Руж. В цвете 102. Это такой нюдовый оттенок. Мне очень нравится, что помада быстро становится матовой. Но при этом сухости, как это обычно бывает на губах, я не ощущаю. И тоже, как вы видите, хорошо гармонирует с красными стрелками. Подойдет абсолютно каждой. И это уже такой более романтичный образ. Ну и перейдем к самому дерзкому. Третьему варианту. На самом деле красной помаде я шла долго. Я прямо ее не принимала на своих губах. Хотя сейчас мне кажется, что это такая прямо классика-классика. Ну, конечно, для меня до сих пор не на каждый день. Но тем не менее, я хотя бы ее уже вижу на своих губах. Красная помада это красиво. Но все-таки для меня это хороший такой выход из зоны комфорта. Последний раз я наносила красную помаду тоже для видео, для Нового года, как вы помните. Я себя сразу же ощущаю по-другому. Я не знаю, как-то ярче, как-то сильнее даже. Но опять же, вот у меня есть чувство, что это не на каждый день. Я не знаю, откуда это идет, почему вот у меня так. Но мне нравится, что несмотря на такой яркий достаточно цвет на губах, все равно макияж в целом очень гармоничный. Потому что все выполнено в одной цветовой гамме. Наверное, вот в таком ярком виде я закончу этот макияж, закончу это видео. У меня хорошая новость. Три продукта для губ, которые сегодня я использовала. Все они были от Ифраше. Я разыгрываю в этом видео. И, как всегда, нужно подписаться на мой инстаграм, подписаться на мой канал. И написать в комментариях, на что вас вдохновляет весна. На что вас, может быть, уже вдохновила эта весна 2020 года. Меня вот она вдохновляет, например, на такие яркие краски в макияже, в одежде. И обязательно проголосуйте в этом вопросе, какой вам вариант макияжа понравился больше. С блеском, с матовой и нюдовой помадой или вот такой дерзкий красный макияж. Ну, а я вам предлагаю посмотреть мое предыдущее видео. Либо вот это видео, смотрите сами. Интересно, вот у меня отпечатывается на зубах? Нет. Очень люблю, когда красная помада не отпечатывается на зубах. Но все-таки, насколько она классно подчеркивает зубы, насколько зубы становятся белее. Ни одна помада, мне кажется, так не делает. Улыбайтесь чаще и помните, что я вас очень сильно люблю. Пока.